Всем привет! Решил записать видео, в котором расскажу о том, как я тестирую камеры смартфона, в частности фото и видео составляющие, на что я делаю акцент и почему, и постараюсь более наглядно показать вам в этом видео. Сейчас у меня на руках получаются Galaxy S7 Edge, LG G5 и HTC 10. Все эти смартфоны я протестировал по фото и видео составляющим. Есть у меня о чем вам рассказать, но начнем мы с видео. Недавно выложил видео сравнение Galaxy S7 Edge, LG G5. Запись у нас в 4К при плохих условиях освещения. И судя по комментариям, я смотрю, народ не очень понимает, как надо оценивать качество записи звука. Давайте я более наглядно вам продемонстрирую. Открываем мы Final Cut и смотрим на данное видео. Сейчас я их увеличу. Сверху у нас Galaxy S7 Edge. Уровень громкости у нас одинаковый. Снизу у нас LG G5. Если говорить простым языком, то чем выше вот эта вот линия, тем, соответственно, громче звук. Так вот, в случае Samsung, как можете видеть, когда я что-то говорю, уровень громкости приблизительно совпадает с уровнем громкости LG G5. Возможно, чуть тише на LG G5. Теперь мы смотрим на эту линию, когда я ничего не говорю, и у нас слышен фоновый шум. Как видите, в случае LG G5 он заметно тише. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что второй микрофон для шумоподавления лучше всего работает на LG G5. Поэтому я считаю, что по качеству записи звука LG G5 лучше. Еще более наглядный пример. Допустим, мы разговариваем по телефону. В случае Samsung окружающий шум, в частности шум ветра и проезжающих машин, будет слышен заметно больше в сравнении с LG G5. Второй микрофон для шумоподавления в случае LG работает лучше. И, как видите, он убирает посторонний шум. Возвращаемся обратно к примеру записи видео. Так вот, в данном видео, как раз, когда мы перематываем на шум пролетающего самолета, то вы можете услышать, что в случае LG G5 он приглушен заметно сильнее, чем на Galaxy S7 Edge. По моим, опять же, соображениям, я считаю, что лучше записывает звук тот смартфон, который убирает лучше посторонние шумы. Потому что это важно при разговорах. Ну и какой смысл записывать вам шум проезжающих машин, либо посторонний какой-то шум в случае записи видео. Вам главное записать ваш голос и голос, который находится ближе к вам. Я думаю, ответил на этот вопрос, почему я считаю, что LG G5 и тот же HTC 10 звук записывает лучше. Непосредственно по качестве записи видео. Безусловно, лучше всех, по крайней мере, среди Android смартфонов записывает Samsung. Тут, я думаю, никто спорить не будет. Лучшая работа автофокуса, лучше она прилияет экспозицию. Например, в случае LG G5 вы могли видеть, что очень много шумов. Здесь картинка у нас светлее. Samsung избавился от этих шумов. Путем изменения выдержки. В частности, он ее поставил более короткую. Соответственно, картинка у нас затемнилась и шумы у нас пропали. В этом плане Samsung, безусловно, работает лучше. Что касается работы оптической стабилизации. Давайте для более наглядного примера открою пример записи HTC 10 и Galaxy S7 Edge. Опять же, в 4К запись у нас днем. Смотрите, слева у нас Samsung. Смотрите, как плавает картинка. Как у нас картинка выглядит на HTC 10. Здесь, опять же, каждый решает сам, что ему нравится. Но в этом видео я и рассказывал, как я тестирую камеры. Почему я считаю, что оптическая стабилизация в том же LG G5 либо HTC 10 лучше, чем в Samsung. Ну вот, еще разочек увеличиваю. Смотрите на левую часть. Видите, как плавает все. Здесь, может быть, посильнее трясется, но картинка не плавает. Нет искажений в геометрии. Здесь у нас геометрия заметно искажается. Запись у нас ведется в 4К. Электронная стабилизация в 4К в Samsung не работает. Работает по умолчанию оптическая стабилизация. Так вот, я считаю, что лучше будет камера немножко трястись, чем у нас будет резиновая плавающая картинка. То есть, у нас будет страдать геометрия. Но каждый тут решает сам, кому что нравится. По видео, я думаю, закончили. Опять же, повторюсь, что в совокупности всех факторов лучше всего записывать видео Samsung. Потому что по качеству записи видео имеет значение автофокус. А в случае Samsung он работает реально очень шустро. Пойдем дальше. Поговорим о примерах фото. Я делаю упор на конечное качество фотографии. То есть, конечно, я рассматриваю скорость фокусировки. Но в последнее время я это не считаю особым плюсом у смартфона. Если она реально косячная, то, безусловно, это минус. И про это я говорю. Если она плохо работает, то так же говорю. Почему я не считаю особым плюсом? Потому что большинство флагманов имеет ручную фокусировку. То есть, если как-то не удается сфокусироваться смартфону вблизи, то можно всегда помочь вручную. Конечно, когда смартфон фокусируется быстро, как тот же Samsung, это, безусловно, плюс. Но если мы говорим про фотосоставляющие, наибольшее значение для меня имеет конечное качество фотографии. Так вот, давайте мы, для примера, выкладывал сравнение HTC 10 и Galaxy S7 Edge. У обоих смартфонах есть свои плюсы и минусы. Но мне больше нравится, как снимает HTC 10. Почему? Ну, во-первых, в помещении HTC 10 лучше определяет баланс белого. Обратите внимание здесь на фотографию и здесь. Как видите, в случае Galaxy S7 Edge у нас картинка получается в таких красных тонах. Если мы посмотрим на фото, сделанное днём, вот здесь у нас картинка, сделанная на HTC 10, а здесь картинка, сделанная на Samsung Galaxy S7 Edge. По балансу белого, ну, возможно, ближе будет Samsung. То есть, у нас ёлка не такая зелёная, как здесь, но приятнее по цветопередаче. Я думаю, многие согласятся всё-таки на HTC 10. Если мы будем говорить о фотографировании днём, то всё-таки более тёплые оттенки даёт HTC. Вот можете сравнить. Но, опять же, более приятная картинка получается на HTC в сравнении с Samsung. В случае фотографирования при плохих условиях освещения HTC старается сделать более насыщенную картинку, как можете видеть. В случае Samsung, как видите, у нас цвета не такие насыщенные. Открываем фотографию на LG G5. Опять же, похожий пример. Вот здесь. А в случае LG G5 у нас есть датчик светового спектра. Это очень классная вещь. И действительно он работает. Он определяет правильный баланс белого. Опять же, Samsung Galaxy S7 Edge у нас сделал вот так кадр. А LG G5, картиночка у нас получилась более насыщенной. Нагляднее будет пример со скамейкой Samsung и LG G5. Сразу скажу, что по цветопередаче правильнее показал LG G5. Обзор камеры LG G5 будет в отдельном видео. Но могу, забегая вперёд, сказать, что по фото части, именно по итоговой картинке, я считаю, что камера одна из лучших. Опять же, пример с балансом белого. На Samsung, как видите, картинка у нас желтит, даже краснит, я бы сказал. А в случае LG G5 у нас приближенный к реальности баланс белого. Опять же, спасибо датчику светового спектра. Реально эта штука работает и правильно вставляет баланс белого. Можете посмотреть сами более наглядно пример фото Galaxy S7 Edge LG G5. Ссылку я добавлю. Давайте перейдём непосредственно фотографиям, что я оцениваю. Ну, воспользуемся, допустим, фотографией, сделанной Александром. Чтобы не было таких вопросов, что как-то странно, у меня хуже снимает Samsung, чем HTC. Я знаю, у некоторых такие вопросы возникают. Вот, допустим, две фотографии, сделанные. На, открываем. Смотрим Samsung Galaxy S7 и у нас здесь HTC 10. Давайте я вам увеличу. Итак, вот цветопередачи. Смотрите, более насыщенная картинка на Galaxy S7 Edge. На HTC 10 она более спокойная, более естественная. Здесь, опять же, кому как нравится. Кому-то нравится насыщенная картинка, кому-то больше с естественной цветопередачей. Я выбираю вариант, наверное, ближе к естественной цветопередачи, либо такая цветопередача, которая приятна для глаз. Здесь, например, в случае Samsung, действительно, картинка приятная, красочная, но, возможно, она немножко перенасыщена. Следующий момент. Обязательно я смотрю резкость по всему полю кадра. Что это значит? Мы просто увеличим картинку и проходим по углам. Смотрим, падает резкость или не падает. В случае HTC резкость действительно падает. Падает заметно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с оптической стабилизацией, возможно, с оптикой. Но это наблюдалось еще и на предыдущих смартфонах HTC. То есть, в этом плане Samsung, конечно, лучше. То есть, здесь резкость по всему полю кадра приблизительно одинаково немножко падает к краю. Если мы говорим про LG G5, то там еще лучше резкость. И там вообще никаких претензий в этом плане нет. Дальше, что мы смотрим. Мы делаем стопроцентный масштаб и мы смотрим детализацию. Смотрим ее и днем, и при плохих условиях освещения. В случае Samsung мне не нравится Perisharp. Я думаю, все уже с ним знакомы. Открываем кропы. Увеличиваем. Что такое Perisharp? Если мы посмотрим на контуры здания, то видите, у нас здесь такой вот белый ореол. Если мы откроем ту же картинку на HTC 10, увеличим. Видите, здесь у нас такого заметного Perisharp нет. И к тому же у нас получше детализация. Здесь у нас за счет Perisharp картинка резкая и некоторые детали теряются. Также, если мы откроем исходную картинку, увеличим полный масштаб, посмотрим на провода. Здесь мы видим, видите, у нас почему-то как бы провода обрываются. Но это говорит нам о том, что здесь в Samsung заметный Perisharp. Открываем картинку на HTC. Увеличиваем. Здесь таких обрывов нет. Да, резкость может быть не так лучше, но зато картинка ближе к реальности. Почему я камеру Samsung не ставлю на первое место по фото части? Потому что здесь, опять же, очень сильный Perisharp. Вот мы сфоткали, допустим, деревья. Делаем 100% масштаб. Увеличиваю. Ну и смотрим, что здесь у нас. Здесь у нас происходит следующее. Здесь у нас полная каша. Опять же, Perisharp. Белая линия. Смотрится это реально не очень красиво. Также мне в Samsung не нравится дисторсия. В последующих обновлениях прошивки это дело исправили. Появился соответствующий пункт, который ее уменьшает. Дисторсия возникает из-за того, что у нас широкий угол. Так вот, при включении коррекции формы у нас страдает детализация. Еще хуже у нас по детализации Samsung получается. Поэтому я все-таки оставил с выключенной коррекцией формы, чтобы детализация у нас заметно не страдала. Вот, открываем. Но, как бы, не очень мне нравится вот такая вот картинка, когда у нас что-то пляшет по кривой. Давайте откроем пример LG G5 и Galaxy S7 Edge. Открываем фотографию, сделанную при плохом освещении. И здесь же мы ее также открываем на Samsung. Во-первых, по балансу белого. По насыщенной и приближенной к реальности на LG. Но про это я уже говорил. Благодаря датчику цветового спектра здесь у нас лучше определяет баланс. Ну, то есть обои у меня не такие вот желтые. Они у меня вот такие вот серые. Делаем стопроцентный масштаб, смотрим на копыта. Здесь делаем стопроцентный масштаб, смотрим на копыта. И видим, что детализация выше на LG G5. Здесь у нас все размазано. Здесь же у нас отличная детализация. Ну, понятно, 12 Мп, 16 Мп. Опять же, здесь видите, у нас все замылено. Здесь у нас видна текстура. Ну, собственно, таким образом и я определяю. Все очень просто. Открываем одну картинку, открываем другую. Стопроцентный масштаб. Смотрим, есть ли у нас перешарп. Нету перешарпа, где у нас лучше детализация. Опять же, пример ночью на Galaxy S7 Edge. И такой же пример на LG G5. Вот. Делаем стопроцентный масштаб. Смотрим здесь. Тоже стопроцентный масштаб. Смотрим здесь. Не знаю, как вам будет видно или нет, но опять же детализация лучше на LG G5. И еще один момент, который я смотрю. Я смотрю на динамический диапазон. Что это такое? Я смотрю сначала на небо, потом смотрю на тени. Если у нас небо высветлено и белое пятно, значит у нас узкий динамический диапазон. Либо у нас в тенях все темно и ничего не видно. Но могу сказать, что флагманы практически не имеют проблем с динамическим диапазоном. Да и чаще всего у них в авторежиме включается HDR режим. Ну и особых проблем с этим у них нет. Более дешевые смартфоны. Там уже встречаются проблемы с ним. Ну и я думаю, некоторые моменты я озвучил и рассказал, как я тестирую камеры. Некоторые больше упор делают на работу автофокуса, на серийную съемку. Это безусловно имеет значение, но в приоритете все-таки именно исходное качество фото. Вечером, ночью. Смазывает ли кадр. Есть ли косяки с фокусировкой. Ну и в конце, если хотите мое мнение, лучшая камера по фотосоставляющей, именно по конечному исходному кадру, при хорошем условии освещения, при плохом освещении, лучшая камера LG G5-LG F10. Обратите, кстати, внимание на тот же Hi-Tech Mail.ru, который периодически выкладывает различные сравнения камер. И почему-то странным образом у них нет камеры LG G5. Вот они недавно выложили, камеры нет. LG V10 давно продается, камеры в сравнениях нет. Да и другие зарубежные ресурсы почему-то не очень любят сравнивать с камерой LG. Но на практике, вот потестировав камеру LG, могу сказать, что она снимает по фото лучше. Ну, пожалуй, все, что хотел рассказал. В обзоре LG G5 я дам ссылку на эту папочку. Там будут фотографии и на камеру S7 Edge, и на HTC 10, и на LG G5. Вы можете сами все фотографии открыть, сравнить и уже определиться, что вам нравится больше, что нравится меньше. Все, всем пока!